...самолёта увеличивается и сопротивление воздуха. Он, будто вязкая масса, не хочет пропускать в себя летательный аппарат. Одним из средств уменьшения этого сопротивления стало применение скоростных профилей и придание крылу стреловидной формы. Основой таких работ, как в Советском Союзе, так и за рубежом, стали наработки учёных Германии. Стреловидными крыльями немцы занимались ещё во время войны. В Советском Союзе такое крыло впервые появилось в 1947 году на экспериментальном истребителе Лавочкина Ла-160. Угол стреловидности на нём составил 35 градусов. Но стреловидное крыло имеет не только плюсы. Обтекание воздуха на таком крыле происходит не только поперёк, но и вдоль него. Из-за этого на его концах происходит срыв воздушного потока, что ухудшает продольную устойчивость самолёта. На Ла-160 опробовали одно новшество — аэродинамические гребни. Они устанавливались на верхней поверхности крыла и препятствовали перетеканию воздуха вдоль него. Продувки и испытания показали, что доработка оказалась очень эффективной. Впоследствии гребни применялись на многих советских реактивных самолётах. Аэродинамические гребни установили и на новый истребитель «Микояна» И-310. 30 декабря 1947 года лётчик-испытатель Виктор Юганов впервые поднял его в воздух. Испытания показали, что машина обладает выдающимися лётными качествами. Она развивала скорость 1050 км в час. Самолёт имел очень мощное вооружение — одну, тридцати семи и две двадцати трёхмиллиметровые пушки. Орудия устанавливались на специальном лафете и могли легко опускаться с помощью лебёдки для обслуживания и перезарядки. На истребитель установили катапультируемое кресло. Для улучшения характеристик маневренности в хвостовой части фюзеляжа располагались тормозные щитки. В 1948 году под обозначением МиГ-15 самолёт был принят на вооружение. Его конкурентом стал истребитель Ла-15, который появился чуть позже. Самолёты были поразительно похожи. Обратите внимание, в кадре Ла-15. А вот уже истребитель Микояна. По характеристикам Ла-15 уступал мигу. У него было менее мощное вооружение, а узкое колея шасси осложняло взлёт и посадку при сильном боковом ветре. Поэтому именно МиГ-15 стал массовым серийным истребителем. Начиная с 1950 года, на смену МиГ-15 перешёл МиГ-15БИС. Модификация получила новый двигатель ВК-1 с увеличенной до 2700 килограммов тягой конструкции Владимира Климова. Также была увеличена площадь тормозных щитков. Всё это позволило улучшить лётные данные машины. В том же году приступили и к выпуску учебно-тренировочного истребителя УТИ МиГ-15. Двухместный вариант, называемый «Спаркой», снискал заслуженные симпатии курсантов и инструкторов. Лётный состав любовно называл эту машину и бабушкой, и матушкой. Примодные среди предупреждения 25 километров. Немалую ратную славу истребитель МиГ-15 снискал в Корее. В 1950 году, когда на Корейском полуострове разгорелся вооружённый конфликт, СССР и Китай пришли на помощь коммунистическому северу. С соблюдением всех правил конспирации туда были отправлены советские авиачасти, вооружённые истребителями МиГ-15. На стороне юга выступили Соединённые Штаты и их союзники. Авиагруппировка США была большой, как по числу машин, так и по количеству типов. Для американцев появление советских реактивных истребителей оказалось весьма неприятным сюрпризом. В первых же воздушных боях советские МиГи показали значительное превосходство не только над поршневыми истребителями «Мустанг», но и над реактивными «Шутинг Старами» и «Тандерджетом». Единственным достойным противником МиГ-15 в Корее стал Ф-86 «Сейбр». Американский самолёт был тяжелее МиГа и уступал ему в скороподъёмности, потолке и вооружении, но превосходил в горизонтальной маневренности. Применение более эффективных тормозных щитков и предкрылков давало ему преимущество в воздушном бою. Ф-86 значительно превосходил МиГ и по части бортового оборудования, чего стоил один прицел с радиолокационным дальномером. Кроме того, пилоты «Сейбров» летали в специальных костюмах, которые позволяли им легче переносить перегрузки в активном воздушном бою. Но, тем не менее, появление в Корее МиГ-15 существенно изменило ситуацию в соотношении сил. Теперь американские штурмовики и бомбардировщики уже не рисковали появляться в небе без прикрытия Ф-86. Наибольшую известность получило воздушное сражение 23 октября 1951 года, названное американцами «Чёрным вторником». Тогда «Мигами» было сбито 10 американских бомбардировщиков Б-29. Естественно, американцам очень хотелось заполучить МиГ-15 и исследовать, в чём причина его успешности. Аналогичную охоту, но за «Сейбром» вела и советская сторона. В октябре 1951-го полковник Пепеляев подбил Ф-86 и тот совершил вынужденную посадку на северокорейской территории. Вскоре повреждённую машину доставили в Советский Союз. Детальное изучение американского истребителя позволило внедрить некоторые технические решения в советском авиастроении. Попал в руки американцев и МиГ-15. Через три месяца после окончания войны северокорейский лётчик-перебежчик угнал советскую машину в Южную Корею. Самолёт подвергся в США самому тщательному исследованию, но технических новшеств, приемлемых для своей авиации, американцы в нём не нашли. По официальным данным, советскими лётчиками за время боёв в Северной Корее было сбито более тысячи самолётов противника. Потери советских ВВС составили 335 самолётов. МиГ-15 в буквальном смысле завоевал право называться лучшим истребителем мира начала 50-х годов. Он стал одним из символов советской авиации. За 10 лет в СССР выпустили свыше 13 тысяч МиГ-15 всех модификаций, а с учётом лицензионного производства в Польше и Чехословакии, количество выпущенных машин превысило 15 тысяч. Ни один реактивный истребитель в мире не имел такого тиража. Успех этого самолёта позволил ОКБ «Микояна» получить от высшего руководства страны своеобразный карт-бланш на дальнейшее совершенствование этой машины. В результате военные получили истребитель МиГ-17 с увеличенной до 45 градусов стреловидностью крыла. В конце 52-го года начали выпускать модифицированный вариант этого самолёта — МиГ-17Ф. Его двигатель был оснащён форсажной камерой, устройством, позволявшим увеличить тягу. В авиации при общей тенденции к увеличению скоростей именно истребители первыми подошли к скорости звука. Реактивный двигатель позволил достаточно близко приблизиться к ней, но обогнать звук до поры до времени не удавалось. При таких скоростях резко возрастало аэродинамическое сопротивление. Появились даже сомнения в самой возможности,